Сборная Кубы и Казахстана. Честно говоря, перед началом мне казалось, что максимум 3-4 победы может обижать сборная Казахстана. 4 это уже было так, что-то почти нереальное, но сборная Казахстана выступает великолепно. Еще раз повторюсь совершенно сознательно, очень выросла казахская команда за последний год. И в общем, ну, посмотрим. Я уже не хочу говорить ни о каких шансах. Сейчас будет бой весовой категории до 81 килограмма. Юниор Дортико Пау. Куба. Ердос Джаннабергенов. Казахстан. Близковато подошло. Сейчас хотел ударить побольше. Чуть-чуть близко. А так, вроде, все правильно делает. Очень высокий кубинец. Теперь еще осталось узнать, имеется ли он пользоваться своим преимуществом. Ну, тут же ясно, что казахский боксер ждет удара справа. Тот зависает и он контратакует. Мощный удар. Не попал, не попал. Не попал, да? Нет, не попал. Я, имею в виду, не четко попал. Вот если бы немножко прицелился получше и чуть-чуть побыстрее поднял локоть, и он может быть точнее. Вот. А вообще неплохо бьет. Он вот так размажется, что он слева бьет. Я имею в виду казахского боксера. Ну, неплохо. Единственное, конечно, что если он будет бросать только одиночество слева сбоку, то... Боюсь, что... Вот сейчас на контратаке. Не в атаке, а на контратаке проходит. Очень прилично. Не по корпусу прошли, неожиданно. Отлично. Вот это контратака. Еще отлично. И опять мы видим... Легка такого потерявшегося убийца. И попадает, да, и попадает. А вы знаете... А ведь это же не стиль Кубинского боксера. Он ушалел просто. Он пошел вперед, а ведь он хватает все. Он ушалел, но... Правильное слово его подобрали. По-моему, прошел крепко вьет. Винобергенов. Вот хорошо, кстати, правильно тактики выбраны. Он выдерживает его на себя и его впереди. У меня его правую руку. И после этого в контратаке. Хорошая тактика. На этом все я подглавляю его. Хорошо, что в полуфинале мы не встретились с командой Казахстана. Да, сильная команда. Сильная команда. Сильная команда. И она ничем не слабее кубинской команды. Ну, пока, ну вот, у нас прямое подтверждение счет. Да, кубинцы, они чем отличаются? Это они оспаривают каждое событие, происходящее на ринге. Что вот отдали по виду казахскому боксуру, а не кубинцам. Они размахивают руками и говорят, такого быть не может. Нет, но здесь, по-моему, если говорить быть объективными, по результатам спорят бесполезно здесь. По сегодняшнему дню. Кто выиграли, то выиграли, что проиграли, то проиграли. Они же спорят, мы же видим, Сагара бегает. Они же спорят по результату каждого поединка. То есть, для них самосознание не укладывается. Отлично. Хороший, хороший прием тактический, кстати. То есть, нас вообще секунданты и тренеры знали о том, что, о том, что высокого роста и бьет далеко справа. И они готовили, видимо, своего боксера готовили. Ну, его явно вот это заготовка есть, которая показывает с самого начала. Да, на контратаке. Да, на контратаке. ПО ΓМОВ billбе Но дартикос пауэр Зависает после такого своего удара. просто не попадает господи но идет все равно настолько глупо и прямолинейно открыто идет идет на этот удар одно и то же глупо и прямолинейно вот пожалуйста не хватает александра здесь вот такой такие вещи как просто элементарно растерянность всей команды одни как это так мы проигрываем такого быть не может и когда боксер выходит растерянный вот смотрите вот пожалуйста еще один результат хамского поведения кубинских боксеров бьет после команды стоп он бьет по затылку согласно это было всегда это было когда у тебя не получается еще и еще и еще пускает тут заявлено применение было бы замечательно а а правильно это просто жалко любители оборудовки на правильность и делает этот этап я тоже так будет это любители бокса любители спорта не видите что делается в углу в углу у боксера кубинцы кубинцы просто ошалели от того что происходит на ринге они не верят своим глазам пытаются за голову размахиваются кубинцы 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 еще кубинцы 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 Продолжение следует...